Мы переходим к следующей теме. Специалисты Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи помогают детям и родителям наладить общение в период вынужденных ограничений, которые связаны с мерами по профилактике распространения коронавируса. В аккаунте центра Инстаграм, его название на ваших экранах, регулярно проходят прямые эфиры на актуальные темы. Кроме того, психологи проводят онлайн-консультации по экстренным вопросам. Оставить заявку можно, позвонив по телефону код Хабаровска 4212 30 74 40 и 8 42 12 21 29 69. Эта работа нацелена на стабилизацию эмоционального состояния детей в период вынужденных ограничений, помогает снизить у детей психологический дискомфорт, который может возникнуть в связи с новыми обстоятельствами жизни. Продолжает также работу и круглосуточный детский телефон доверия. Дети, родители могут круглосуточно, бесплатно и анонимно обратиться за психологической помощью, позвонив по телефону 8 800 21 22. И Хабаровский телефон 4212 30 70 92 и 4212 30 50 60. Новые обстоятельства стремительно меняют привычный уклад жизни. Дети, как и все, мы тоже вынуждены придерживаться режима самоизоляции. Они не ходят в школы, садики, прогулки сведены к минимуму, в кино, кафе, в развлекательный центр тоже не сходишь. Они постоянно дома. Сложно и им, и взрослым. Ну, помимо того, чем занять ребенка в это непростое время, ну, если необходимо, тем более, работать из дома, стоит еще и базовый вопрос, как вообще объяснить ему, что, собственно, происходит и почему привычный мир так сильно изменился. Ну, дети, конечно, краем уха слышат по телевизору и в разговорах взрослых про вирус, количество зараженных и погибших, карантин и проблемы в экономике. И они чувствуют тревогу взрослых и начинают задавать вопросы. Психологи рекомендуют не отмахиваться от них и отвечать четко, но не перегружать информацию. Задача родителей в это время быть спокойным и уверенным информатором. Важно, чтобы дети получили четкое объяснение ситуации именно от вас, а не составляли свою картину мира только на основе обрывков случайно услышанного. Ну, как же объяснить детям, что происходит? Об этом мы попросили рассказать эксперта в студии Ольга Алифер, психолог, директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Доброе утро. Доброе утро, Ольга Олеговна. Здравствуйте. Так как же все-таки объяснить ребенку, почему мы сидим дома и почему все поменялось? Можно я сразу внесу поправку? Давайте. Номер телефона, по которому можно оставить заявку 307470. А, 30. Да. 307470. 4070. Как объяснить ребенку, что происходит? Зависит от возраста ребенка. Как мы объясняем ребенку все, что происходит? Мы ориентируемся на то, что он способен воспринять. Если ваш ребенок младшего дошкольного возраста, если это малыш, то не нужно включать его в ситуацию, что происходит там действительно с подробностями взрослыми, которые он не способен понять. Скажите ему, что на улице. Дайте ему ответ понятный. Как мы отвечаем на вопрос, откуда я взялся? Мы же не даем ему... Нам все по-разному развлекаются. Но мы, тем не менее, не открываем ему в три года учебник по анатомии с объяснениями, как же получилось так, что он тут у нас ходит рядом с нами. Мы даем ему объяснение, которое он способен понять. Точно так же касается и того, что происходит в мире. На улице грязно, ты видишь, какая там погода, сейчас лучше посидеть дома. То есть дайте ему ту информацию, которую он способен воспринять. Если это ребенок уже старшего дошкольного возраста, 6-7 лет, младший школьник, особенно 6-5 лет, можно говорить ребенку прямо, что да, люди сейчас простывают, они много чихают и кашляют. И меры, которые сейчас предлагаются делать, чаще мыть руки, да, когда чихаешь, закрывать рот, нос, это, в общем-то, то, чему я тебе всегда учил. Поэтому ничего тут нет сверхъестественного. Не зря мы тебе все время говорили, что это нужно соблюдать. Вот сейчас такое время, когда много людей стало болеть, потому что они редко мыли руки, не соблюдали этикет, не соблюдали правила гигиены. Ты не такой, мы с тобой учились этому заранее. Обратитесь к опыту ребенка и объясните ему, что да, он к этому уже подготовлен. То есть дайте ему понять, что не случилось что-то сверхъестественное, он не должен какие-то новые навыки для себя приобретать. Вы готовили его к этому в том числе и к тому, что нужно соблюдать правила личной гигиены. И вы это делали не зря, придирались к нему. Вот как с подростками, да, действительно быть, потому что они-то вроде способны уже все понять, они все прекрасно видят, что происходит, но для них, во-первых, у них нестабильная психика, их так. Как сделать так, чтобы они лишний раз более привычного не тревожились? Ну и плюс они бунтари немножечко же, они не могут сидеть дома так долго. Скорее всего, большинство подростков не будут более чем обычно тревожиться, они наоборот склонны преуменьшать в данном случае какую-то опасность. и рассказывать, что, наверное, нет, потому что они ориентируются на другие какие-то, да, авторитеты для себя. С ними нужно договариваться. Здесь вы никак не сможете по-другому, да, выстроить. То есть вы можете сказать, что это вопрос твоего здоровья, я обязан соблюдать определенные меры, в том числе касательно твоего здоровья. И у нас с тобой давай договоримся, как мы можем выстроить так отношения, чтобы ты не чувствовал себя там как-то ущербно, да, ущемленным, если ты находишься дома. То есть ваша задача все равно дать ребенку возможность сохранить свое личное пространство, даже несмотря на то, что он ограничен по его передвижению. Ну вот последние новости тревожные. И как взрослым, потому что дети, даже самые маленькие, все равно чувствуют тревогу взрослого. Вот как держаться и не беспокоиться самому и не показывать это беспокойство ребенку? Тут две крайности, которые мы наблюдаем. И та, и другая вредна, да. Одни эту панику преувеличивают, другие эту панику преуменьшают, и то, и другое является вредным. Если мы отрицаем вообще все, да, и говорим о том, что все это ерунда, это чепуха, то мы не готовы к тому, с чем мы можем встретиться. Если мы преувеличиваем и накручиваем, мы тоже истощаем себя и собственные ресурсы. Поэтому, как и в любой ситуации, подходить по-взрослому, не впадать в истерику, не демонизировать происходящее, не нужно обсуждать с детьми каждую новость, которую вы услышали или увидели. Исходите из реальных примеров, учите, если, опять же, это подросток, учите его обращаться к проверенным источникам. Он уже способен понимать, что такое научные данные, что такое исследование, что есть тетя-нумеролог, которая сказала так, а есть дядя-ученый, который сказал вот так, давай порассуждаем с тобой, к кому мы все-таки прислушаемся, да, и чьи данные будут более объективны. Это и вас успокоит и позволит вам как-то вообще понять в этом потоке информации, что является истиной, а что нет, и в том числе передать вашему взрослеющему роду. Вот он посмотрел телевизор и где-то услышал, что, говорит, мама, папа, вот там сказали по телевизору, что от какой-то новой болячки умерли люди. Вот как здесь быть, как объяснить ребенку? Да, это может быть. Болезни появляются, и это тоже часть нашей жизни. И нам важно быть к этому готовыми. Давай подумаем, как мы с тобой подготовились. Мы с тобой соблюдаем правила личной гигиены, мы с тобой там принимаем витамины, мы с тобой ведем здоровый образ жизни, мы с тобой занимаемся спортом. Кстати, да, вот еще очень важно, все-таки взрослым нужно занять себя и физически, особенно если вы не выходите из дома, да, вот как у нас Егор демонстрирует пример самоизоляции. Здравствуйте, Егор. Возьмите, покрутите велосипед на балконе, сделайте 15-минутное упражнение, прибирайтесь каждый день, потому что если у вас нарастает дома беспорядок, и вы куда-то убегаете все время из дома, то вас это не раздражает так сильно, если вы находитесь в этом беспорядке постоянно. Попробуйте не придираться к домочадцам, а сделать то, что зависит от вас. В общем-то, займите свои руки, как говорил классик, и это правильный совет во времена паники, тревоги, потому что позволяет нам все-таки переключиться на что-то ясное и реальное, понятное для нас. Ну вот как раз таки, Ольга Олеговна, вот находясь в самоизоляции, зачастую дети начинают капризничать, не сказать, что они там становятся неуправляемыми, но тем не менее, во-первых, как их успокоить, а во-вторых, как сдержать иногда свой гниф, потому что же тоже раздражает, что ребенок начинает капризничать. Как не сорваться? Да, тут несколько вопросов в этом, которые вы задаете. Во-первых, для ребенка нужен, конечно же, режим. Режим, как мы можем выработать? Если это подросток, то мы опять же можем с ним договориться про то, какой режим ему нужен и важен. Если это ребенок младшего возраста, сделайте режим понятным. Возьмите часы, которые у вас висят где-то, отдайте ему в руки, дайте ему наклейки, фломастер, пусть он их разрисует и обозначит, что вот это время чистить зубы, это время играть в игрушки, а это время заниматься чем-то полезным. Так, чтобы ему это было ясно и наглядно, если мы говорим о дошкольнике. Как успокоить себя? Это тоже выстроить свой режим. Все-таки не нужно исходить из того, что я как мне пришло в голову, так и выстраиваю свое расписание. У вас тоже должны быть какие-то ориентиры, но не требуйте от себя слишком многого. Иногда и вы можете устать и захотеть побыть в одиночестве. Так и скажите. Кажется, сейчас я уже очень устала или устал, мне нужно какое-то свое время. Вы тоже можете в это время скажите своим детям, делать то, что вы хотите. И оставьте тоже их в покое на это время. Иначе это будет нечестно. Я сейчас пойду отдыхать, а вы пока приберитесь, сделайте уроки или что-нибудь там еще. Ну, я представляю, что вам ответят ваши домочадцы. И как они вам дадут при этом отдохнуть. Так что уважайте границы друг друга. Это особенно важно в замкнутом пространстве. И тогда будет меньше раздражения внутри. Ну, если возникают у людей вопросы, можно звонить по телефону 30 74 70. И записываться на дистанционное консультирование. Спасибо большое. У нас в гостях была Ольга Алифер, психолог, директор Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.